приветствую в этом видео я покажу вам лучшие снимки марса который мне удалось получить в этом году результаты моих съемок планеты марс через телескоп отмечу что съемки марса я проводил начиная с весны 2020 года каждый месяц и ждал противостояния ждал сближения марса с землей но когда наступил этот момент у меня испортилась погода точнее небо ясное но сильный ветер сильная рефракция вследствие турбуленции в атмосфере и вы можете видеть какие снимки мне удалось получить в сентябре и какие в октябре в течение года было видно как тает ледяная полярная шапка я напомню вам что этот лед в основном состоит из застывшей углекислоты ученые предполагают что нижний слой ледяных полярных шапок марса может быть водяным льдом вдруг кто не знает напомню такой цвет планете придает оксид железа проще говоря ржавчина два года назад когда было великое противостояние марса на нем бушевала пылевая буря тогда пыль окутала всю планету и на марсе почти ничего не удавалось рассмотреть в этом году марс порадовал нас своим видом а новый телескоп и новая камера позволили мне поделиться этим с вами вы видите оригиналы съемки и полученные итоговые кадры после обработки снимков программными алгоритмами отбираются лучшие кадры из серии и складываются в одно изображение это позволяет уменьшить шум на снимке увеличить детализацию но это довольно трудоемкий долгий процесс если отснятого материала сотни гигабайт обычно я делаю запись ролика длиной от 1 до 2 минут при съемке почти всегда применяю линзу барлоу двух- или трехкратную пробовал и без нее с ней все же детализация получается лучше как вы видите в разные ночи получаются разные результаты это говорит о том что если вы хотите рассмотреть планеты в телескоп пробуйте это делать как можно чаще и в разных местах балкон крыша двор дача в разное время вечер полночь предрассветное время больше 10 лет марс не будет к земле подлетать так близко вот почему к нему столько внимания в этом году ну что ж мы будем ждать новых открытий ну что ж а мы будем ждать новых открытий например но что ж а мы будем ждать новых открытий с теми xxxxс как мы базовым с теми на земле карты а haz козй теперь мы про走吧 такими iyorsun от работающих там роботов-марсоходов а уж полетит ли человек на Марс? надо ли туда лететь, если роботы отлично делают работу за нас? напишите в комментариях, что думаете по этому поводу смотрите видео на канале в плейлистах планеты, луна, обзоры техники подписывайтесь на новые, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видеосюжеты и трансляции всем удачи и ясного неба!